И снова о талой воде, которую мы с вами в достаточном количестве заранее заготовили. Через несколько часов закончатся те первые сутки чистки амулетов, о которых я упоминал во вчерашнем видео. И еще напомню, смысл был в том, чтобы в некую емкость, которая предполагает достаточный объем для размещения в ней амулета, мы сыпем немного соли, кладем амулет и потом уже засыпаем его полностью. Далее мы не менее 12 часов держим амулет в соли, но рекомендуется все-таки держать его там как минимум сутки. Вот оптимальный период времени. По завершении мы ставим, не вынимая амулета, свечу, прожигаем ее полностью, даем ей сгореть. Если какой-то воск капнет в соль, ничего страшного. Вытаскиваем амулет и кладем его в подготовленную заранее талую воду. Напоминаю, что треть бутылки от объема, вот это будет талая. Вот примерно исходить из этого, поместить в некую емкость эту талую воду и туда уже опустить амулет из соли. Хотя бы час, можно больше, у кого есть возможность, подержать его в этой воде. После мы вытаскиваем амулет, кладем его на чистую сухую салфетку и окуриваем либо полынью, либо можжевельником. Я уже упоминал, как это делать, но если кто-то не слышал, мы зажигаем веточку, потом тушим пламя и она будет дымить. Вот, собственно, этот дым нам и нужен. Окуриваем, вводим вокруг амулета этим дымом. По ощущениям тоже достаточное время там, ну скажем, хотя бы минут 5-10, можно больше, можно и 15. И потом даем высохнуть ему. Никак принудительно его не сушим, не вытираем салфетками, не сушим феном, не направляем огонь паяльной лампы, ну и прочее. И все. Когда он высыхает, мы можем его снова поместить на цепочку, либо вместе с цепочкой всегда лучше его чистить, да? Ну или там на шнурок. И носим дальше. На этом пока все. Здравия и успехов на правильно выбранном пути. Это был я, Варуна. Продолжение следует. Продолжение следует...